Их личная победа – это достижение всей республики и фундамент независимости нашей страны. Государственная награда из рук президента сегодня вручена выдающимся людям Белоруссии. Тем, кто многие годы предан своему делу, а работу на результат зачастую ставит выше своих собственных амбиций и интересов. Для каждого из награжденных торжественная церемония во Дворце Независимости получилась особенной и волнительной. Всего в почетном списке четыре десятка человек. Это представители разных профессий и в адрес каждого теплые слова от главы государства. Ведь это гордость всей страны. А их достижение и отношение к делу вдохновляет на новое свершение. Кто из-за какие заслуги сегодня удостоен высоких наград, расскажет Вероника Бута. В зале государственных наград всегда особенная атмосфера, музыка, цветы, улыбки на лицах. Здесь бывает многолюдно всего несколько раз в году. И сегодня как раз такой день. Очень скоро здесь пройдет одна из самых, пожалуй, красивых и торжественных церемоний. К ее проведению уже практически все готово. Даже провели небольшую репетицию. Буквально через несколько минут 40 комплектов наград найдут своих героев. Воодушевленные и одновременно взволнованные. В зал вручения госнаград их проведут лишь после уже традиционной экскурсии по Дворцу Независимости. Здесь каждый зал — это творение таких же талантливых и целеустремленных белорусов, как и сегодняшние гости. Решения, принятые здесь, часто влияли на ход истории страны, да и мировой повестки. Опять же, как и решения вот этих людей, они тоже каждый внесли вклад в развитие своих отраслей. Беларусь в сознании наших иностранных партнеров, с которыми мне приходится встречаться, сегодня ассоциируется со стабильностью, спокойствием, с очень достойной нацией, которая своим трудом, своим интеллектом завоевала достойное место среди других народов мира. Экскурсия — это знакомство и с белорусскими достижениями, и время прийти в себя перед такой важной церемонией. Ольга Вронская, уже заслуженная артистка, в кулуарах, признается, не могла сдержать слез, когда узнала о присуждении этого звания. За два десятилетия молодежный театр эстрады стал для нее домом, не без поддержки главы государства. В благодарность за внимание к культуре на высшем уровне, за восстановление объектов, чуть позже артистка пригласит президента в театр. Культура — это в первую очередь лицо страны. Это то, что мы можем показать вот так просто раз и вот, смотрите, как я. Анна — представитель молодого поколения. В свои 26 уже по праву заслужила место среди матерых талантов. С помощью одних только тире и точек она покорила мир. Азбукой Морзе девушка без преувеличения владеет лучше всех и своим мастерством, с радостью делится с плеядой будущих чемпионов. Я никогда не присыщаюсь своим результатам. Я всегда думаю о том, что можно сделать лучше. И то, что было в прошедшем спортивном сезоне, на прошедшем чемпионате мира, нужно все это зачеркивать и начинать с нуля. За этими хрупкими плечами три мировых рекорда, звание девятикратной чемпионки мира, а теперь еще и заслуженного мастера спорта Беларуси. Ордена и нагрудные знаки украсили праздничные наряды. Парадные мундиры и стали символом признания заслуг. Триумф этих людей сегодня разделяет вся страна. Труд каждого из вас очень важен для нашего государства. Ваша честность, преданность делу восхищают, а высокие результаты вызывают чувство искренней гордости за наш народ. Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни. И пример ваших заслуг должен стать ориентиром на предстоящий весь 20-й трудовой год. Быть лидером в своей сфере – великая ответственность и огромный ежедневный труд. Государственное признание – это высочайшее доверие. И я убежден, что вы еще не раз оправдаете его новыми достижениями во благо своего отечества. В зале только настоящие асы в профессии, благодаря которой марка сделана в Беларуси – это знак качества и узнаваемый бренд во всем мире. Сегодня высокое звание из рук главы государства Григорий Чуйко получает за высокие урожаи. Заслуженный работник сельского хозяйства у руля одного из крупнейших агрохолдингов уже два десятилетия. Овощи и фрукты, выращенные в этих хозяйствах, в рекламе точно не нуждаются. На Аждановичских землях зацвели даже розы. Чудо? Отнюдь секрет успеха директор с радостью раскрывает. Любить нам свое дело. И тогда все получится. И все трудности преодолимы. Это истина, аксиома, это банальность, но это правда. Впрочем, для сегодняшних гостей залог успеха давно не секрет. Уже больше полувека Леонид Танин занимается голографией и придерживается похожих принципов. Ученые благодаря нанотехнологиям создают вот такие символы. Их можно увидеть практически в каждом документе – в паспорте, в водительском удостоверении, даже на некоторых продуктах. Это своеобразные элементы защиты. В них зашифрована информация, которая позволяет отличить оригинал от подделки. Вспоминает, дело всей его жизни выбрало его само. Родился ученый в год, когда изобрели голографию. Наверное, не случайно. Это еще, так сказать, начало. Большое начало. И еще будет большое будущее у нее. Поэтому мы вот сейчас будем объединять наши усилия, особенно в создании национальной системы маркировки с учеными и России, и Армении, и Казахстана. Президент благодарит ученых за ту основу технологическую, которая помогает Беларуси двигаться вперед. Творческие проекты многих наших людей – искусство – это настоящий золотой фонд страны. А на плечах педагогов – ответственность за самое ценное, за наше завтра, за наше самосознание. Такое доверие главы государства дорогого стоит. И поэтому я лично и мои коллеги по цеху очень вдохновлены сегодняшним событием, торжественным событием в нашей жизни. И это дает нам смелость и уверенность работать еще энергичнее на благо нашего государства, суверенной и независимой Беларуси. Спасибо. Люди искусства, ученые, спортсмены, педагоги, военные, судьи – обращаясь к приглашенным, президент не скрывает теплых чувств. Да и зачем? Это люди, которые скорее не работали всю свою жизнь, а жили этой работой. Все еще впереди, и талант, и творчество всех вас будут востребованы в нашей стране после вашего награждения еще в большем объеме, в большем размере, не только в трудовых коллективах, но и в целом в Беларуси. Их имена, их труд прославляли и продолжают прославлять родину. Вячеслав Кот возглавлял сборную Беларуси по самбо 23 года. В конце 2019-го поставил красивую точку, когда наша команда на вторых европейских играх завоевала 15 медалей. А теперь его пиджак украшает еще и орден почета. Совершенно разные чувства. Там ощущение предстоящей работы, которую нужно будет сделать, а здесь ощущение чего-то завершенного. Эта награда получила вся национальная команда по самбо за самоотдачу на тренировку, за высокий спортивный результат. За каждым из них история человека и его многолетнего труда. Для кого профессиональный выбор десятилетия назад стал делом, приносящим плоды до сих пор. Плоды, которые прославляют не только их собственные имена, а работают на страну. Одни в экономике, другие в искусстве, но вместе складываясь словно пазлы в одну картину, имя которой «Беларусь успешная». Это очень волнительно. И чувство такой благодарности и удовлетворения. Конечно, приятно, что замечают работу, что уделяют внимание именно нашей сфере, потому что культура и творчество детей – это очень важно. Сегодняшняя награда – это, конечно же, награда коллективу. Это вместе с тем очень приятно, но вместе с тем очень ответственно. Их звон бокалов сегодня был символическим. Каждый вернулся на рабочие места, своим примером задавая общий тон наступившего года. Их награды – ориентир не останавливаться и каждый день делать хотя бы маленький шаг, но только вперед. Вероника Бута, Наталья Бреус, Александр Лученок, Алексей Потапов и Евгений Нитов. Агентство теленовостей.